В итоге недели продолжение. В студии Алиса Яровская и в студии РБК Наталья Зубаревич, директор региональной программы Независимого института социальной политики, профессор МГУ. Мы говорим о долгах регионов. Наталья Васильевна, еще раз приветствую вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы сразу сказали, что не 60 регионов, о которых мы говорили, а 50 сразу поправили. 50. Дефицит. Спасибо. Я говорила уже именно в том сообщении о том, что самые большие долги у Нижегородской области, Коми, Хабаровского края и Калининградской области... В рублях вообще нельзя считать. Надо считать в процентах. Бюджет-то разный. В процентах от собственных доходов без трансфертов. И тогда картинка получается следующая. У Магадана дефицит 33%, то есть расходы больше доходов на треть. И еще у шести регионов, а не 20-25%, это Смоленск, Калининград, Коми, Мордовия, Ульяновская область и хорошо уже всем известный медийно-зубайкальский край, где задержали зарплаты бюджетникам. Вот это самая жесткая ситуация. А в дефицит 50 регионов по первому полугодию многовато, потому что обычно основные расходы ложатся на второе полугодие. Боюсь, что по итогам года будет жестко. Что делать с будущим главным регионам? Мы сегодня говорим о том, как их выбирают, с долгами. Давайте опять по цифрам отвечу. 22 региона в первом полугодии порубили расходы в рублях, без учета инфляции. Первый и генеральный путь – это рубка расходов. При этом 25 регионов уже порубили расходы на образование. Москва аж на 12%, хотя бюджет Москвы вырос на 100 миллиардов за полугодие. На освод защиты и здравоохранения по 11 регионов. В прошлом году, по итогам 14-го, эта пропорция была примерно 10-9-3. То есть ускорение пошло. Второй способ просить денег у федералов – трансферты. Трансфертов действительно добавили, на 11% стало больше. Но напоминаю, что по итогам первого полугодия дефицит федерального бюджета – почти 800 миллиардов. А из чего берутся трансферты, понятно. Если усыхает федеральный бюджет, то, соответственно, вопрос с трансфертами до конца года остается открытым. Пока плюс 11, но при этом трансферты сократились примерно в 35 регионах. Вот так. А вот профицитные бюджеты Сахарин, Хантуванский… Там все хорошо. Это очень… Там сегодня выбирают губернаторов, то есть победителям бояться нечего или все-таки есть какие-то риски? Ну, смотрите, вот доходы в целом бюджетов выросли на 11% за полугодие. Почти 40% этого роста дали два субъекта. Москва и Сахалин. Вот у них пока все хорошо. При этом Москва рубит социальные расходы. Оттого и такой могучий профицит. Дальше. Если мы посмотрим, кто, в общем, прибавил еще, то там получается картинка такая. Если добавить еще Московскую область, если мне память не изменяет, Ханты-Мансийский округ и Санкт-Петербург, то вот от всего прибавка уже получается 50 с лишним процентов. Еще парочку регионов, две трети. Так у Санкт-Петербурга и Ханты-Мансийска тоже за счет того, что рубят расходы прибавка такая большая? Нет, просто там гигантский рост, обусловленный двумя факторами для большинства регионов. Это рост налога на прибыль. А откуда, скажете вы, кризис? Оттуда налог на прибыль в первом полугодии компания и крупный бизнес платят в основном по итогам 2014 года. Что у нас было в 2014? Могучая девальвация. Издержки в рублях, доходы у экспортных компаний в валюте. Вот вам. И еще были остатки средств в валюте на корсчетах. Все это вместе сгенерило очень хорошую прибыль. Могу сказать, что во многих регионах компании переплатили налог на прибыль. Его уже платят вперед по старым данным. И, соответственно, будут возвраты. Из чего будут возвращать бюджеты, я не очень понимаю. Второе. Есть регионы, которым очень хорошо прибавили трансфертов. Например, в Москве в чистую добавили 35 миллиардов на очень хорошем основании. Иные межбюджетные трансферты. То ли на дороге, то ли на метро. Мы не знаем. Ну и плюс налог на прибыль подрос. Но есть общее ощущение, что так как он дал прибавку в первом полугодии, в втором вряд ли это произойдет. Если только наш любимый рубль не грохнется еще сильнее. А вот если говорить о госпрограммах. В некоторых регионах они, ну, прямо скажем, исполняются не очень. Есть данные Минфина за полгода. Например, программа развития Калининградской области исполнена на 0,4%. Северо-Кавказского федерального округа на 9%, Дальнего Востока на 17%. Урезать будут такие господи? Они уже, считайте, по факту урезаны. Они не будут исполняться. Если у Калининградской области дефицит бюджета 20% от всех ее доходов. А программы, они предполагают софинансирование. Вы из чего будете софинансировать? У большинства субъектов Северного Кавказа сократился объем трансферта. Вы из чего будете софинансировать? Поэтому, я думаю, можно расслабиться. Даже в Крыму инвестиции сократились на 20%. И доля Крыма в инвестициях всей страны 0,2% при населении 1,6%. А как поживает импортозамещение, по вашим данным? Ответ простейший. Говорит, единственная отрасль в плюсе. Статистика наших сельхозрегионов подтверждает? Агросект. Пищевка, в общем, несколько остановилась. Пищевка – это пищевая промышленность? Простите за сленг. Спасибо, наоборот, мы обогащаемся. Пищевая промышленность, ее рост остановился где-то весной из-за падения доходов населения. Сельское хозяйство растет, это правда. Но я хочу сказать про обрабатывающую промышленность. Вот июль к июлю минус 7,1%. Если это рост импортозамещения, то я не очень понимаю, в чем он. Минус 7,1%. Вы уже говорили о Крыме. Я хочу просто уточнить еще одну деталь. В целом это понятно, но ведь полуостров прошел сезон. У меня есть цифры по исполнению бюджетов. Вот сегодня только обсчитывала, сейчас делаю свой мониторинг. Там неплохо подросли налог на доходы физлиц. Ну, потому что бюджетники получают зарплату, она подросла. И, соответственно, отчисления от нее выросли. Его доля 17%, 7% налог на прибыль. Малое предпринимательство, оно основа, в общем, курортной экономики. Как было мало доходов и меньше миллиарда, так и осталось. Трансферты немножко снизились. Не в объеме даже, хотя в объеме тоже чуть-чуть, а в долях. Теперь Крым дотационен примерно на 67%. Было на 80% небольшим. Вот такая картинка. То есть, как бы это сказать, экстремальный период прошел, началась рутина. И в этой рутине весьма рутинное развитие экономики. И вот еще хотела бы вернуться к таким регионам, как Ханты-Мансийская область и Тюмень. Вот в каком разрезе. Мы-то о них уже, да, поговорили, но вышел же прогноз по новой стрессовой сценарии нефть. Про нефть. Да, про нефть. Не буду пересказывать ваши слова про нефть. Вы меня поняли. Давайте так. Ханты-Мансийский автономный округ. В его доходах действительно налог на прибыль – это важнейший компонент. Прибыль формируется из того, что, во-первых, выросли объемы немножко добычи нефти, так, и объемы экспорта нефти. Да, цена на нее не упала, но и сдержки-то у вас рухнули тоже. Вы же в основном платите зарплату в рублях, перевозите в рублях. Поэтому это будет некий баланс. Так как хорошо было по налогу на прибыль в первом полугодии, во втором уже точно не будет. А дальше все равно, ну, можно я скажу очень просторечие. Пока толстый сохнет, тощий сдохнет. У толстых еще есть запас прочности. Спасибо. В студии РБК была Наталья Зубаревич, директор региональной программы Независимого института социальной политики, профессор МГУ. Наталья Васильевна, мы продолжаем выпуск. С вами прощаемся. Благодарим, естественно. Продолжение следует...